Что вы можете сказать о нашем Иссыкуле? Впервые на Иссыкуле я просто поражен этой красотой. Я поражен, что Иссыкуль такое большое озеро. Я никогда не знал, поражен гостеприимством людей, теплотой киргизского народа. Я очень благодарю их за это. Мне очень, только одно слово, позитив во всей этой посещении Иссыкуля. Ну, старых друзей встретил здесь. Разумбек Назаров приехал. Я думаю, что это даст большой толчок для развития бокса в Киргизстане. Я все равно, как человек, который прошел через бокс, я переживаю за этот спорт. И хочу, чтобы те славные традиции, которые были в Киргизстане связаны с боксом, были возрождены. И чтобы мы видели на многих международных соревнованиях, на Олимпийских играх представителей великого киргизского народа. Вы являетесь единственным Олимпийским чемпионом 22-х Олимпийских игр, которые проходили в Москве. Что для вас значила эта победа? Ну, понимаете, что Олимпийские игры – это самое главное соревнование в любительском боксе. И, конечно, это, наверное, рок судьбы или Божьей воли. Это большое счастье быть моим Олимпийским чемпионом. Тем более у себя на родине, в Москве. И, конечно, это, наверное, главное событие в моей жизни. Трехкратный Олимпийский чемпион Лас-Ла Пап очень высоко оценил ваше выступление на Московской Олимпиаде. Что для вас значило его мнение? Ну, у нас всего три трехкратных Олимпийских чемпиона. Два кубинца и Лас-Ла Пап. Конечно, для меня это очень лестное высказывание. Вот буквально в том году мы собирались все, сборная команда Советского Союза 80-го года по боксу в Останкино на Лужниках и просматривали все бои, вели передачу. И меня что поразило, что все наши боксеры говорят, Шамиль, ты и правда очень хорошо выиграл. А мы думали, что тебе дали победу и за тебя нас засудили. Я говорю, да это знал 30 лет назад. Что для вас значит звание лучшего боксера наилегчайшего веса в истории Советского Союза? Ну, наверное, это на сегодняшний момент так есть, потому что моей весовой категории уже по настоящее время нету. Сейчас 49,2. Ну, получилось так, что я единственным в этом весе выиграл Олимпийские игры. В этих весах очень были сильные кубинские, азиатские боксеры, поэтому представителям нашей страны было тяжело пробиться. Ну, для меня это, конечно, очень приятно и лестно. Что для вас было выиграть тяжелее? Чемпионат Советского Союза, чемпионат Европы или Олимпийские игры? Конечно, Олимпийские игры. Во-первых, мировой форум такой, очень сильно моральное воздействие на это дело было, конечно. Ну, а каждое соревнование, они по-своему тяжелые, по-своему трудные. И эти чемпионаты СССР и чемпионаты Европы, это был один из этапов пути к этому трудному пути, к Олимпийскому Олимпу. Что вам хотелось бы сказать в адрес «Газпромнефти»? Я хочу сказать, что я не первый раз на соревнованиях «Газпромнефти». Я хотел сказать о высокой организации, о том большом деле, которое они делают в этом деле, что благодарен, что они пытаются культивировать бокс в рамках этой спартакиады, пока неофициально. Но я хочу сказать, что в очень высоком уровне и люди, ну, понимающие, знающие, любящие спорт. Я уже общался и с многими, с руководством, что это очень большое дело делают они в рамках своей организации и продвигают спорт, привлекают к нему людей, здорового образа жизни. Я считаю, что очень положительный. Самое главное, что очень большой позитив в этом общении, в этих мероприятиях во всех.